Экзамен всей жизни, от которого зависит дальнейшее будущее. Пожалуй, именно так воспринимают единое национальное тестирование большинство выпускников казахстанских школ и их родители. И вот на неделе оно в очередной раз стартовало. В нынешнем году, как, впрочем, и каждый год, в ЕНТ внедрили очередные новшества. В частности, претенденты на грант могут сдавать его два раза, а имеющие особые образовательные потребности получают дополнительные 40 минут времени. Для усиления же информационной безопасности на рабочем месте каждого участника устанавливают вторую, фронтальную камеру, которая позволяет распознать личность и предотвратить подмену. Все это, конечно, хорошо, но почему за 18 лет существования ЕНТ его все еще никак не могут довести до ума? Почему дети и их родители продолжают жаловаться на качество вопросов в тестах? Почему это тестирование продолжает оставаться еще и экзаменом на прочность, их здоровье и нервов? На эти и другие вопросы попытаемся получить ответы, а помогут нам в этом эксперты. В эфире программа «По сути» и я, ее ведущий, Адильхан Сахари. Добрый вечер. Итак, ЕНТ в Казахстане ввели в 2004-м, переняли зарубежный опыт. Главной причиной внедрения единого национального тестирования назвали необходимость искоренения коррупции при поступлении абитуриентов в ВУЗы. И надо отдать этой системе проверки знаний должное. Со своей основной задачей она, в принципе, справляется. Впрочем, не без огрехов. Мы провели небольшой блиц-опрос среди студентов, прошедших через сито ЕНТ. И вот что они говорят. У нас был технический сбой, когда мы сдавали ЕНТ. Тогда у нас по всему корпусу, где мы сдавали ЕНТ, там свет выработки. У нас вышел эти правильные ответы. Многие, кто списали, многие, кто не смогли. Потом нам сказали, что опять это перезать. Технические неполадки не были, но на первом попытке компьютер на пять минут зависался и все. Некорректные вопросы были. Лично у меня три вопроса были неправильные. Два одинаковых вопроса были в билете. В этом году Министерство образования и науки внедрило несколько новшеств. Но по большей части они касаются процедуры сдачи ЕНТ, говорят эксперты. И ключевых проблем, например, связанных с качеством вопросов в тестах, с повестки не снимают. С моей стороны, то есть со стороны преподавателя математики, хотелось бы попросить убрать вопросы, которые не проверяют уровень знания. Например, бывают такие вопросы, где решается чисто калькулятором. Очень много критики было в адрес ЕНТ, то, что наши вопросы в основном ориентированы на фактологию. Сейчас мы над этим работаем. Очень большое внимание этому уделяется, потому что основная наша задача сделать вопросы ЕНТ ориентированы на именно функциональную грамотность, а также на измерение академических знаний наших учащихся. А еще родители, выпускников и педагоги часто жалуются, что из-за стресса дети не могут показать на ЕНТ свои истинные знания. Не помогает даже увеличение попыток сдачи тестирования. Психологи тоже отмечают, что ежегодно в этот период клиентов у них прибавляется. Дети боятся, либо сложно сдавать ЕНТ. И эта боязнь связана не с интеллектуальными способностями, не с тем, что они не знают, а в большей степени именно с психологическим состоянием, с тем, что есть большая тревога. И эта тревога не всегда позволяет эти интеллектуальные способности использовать. Надо приоритет поставить в том, что на первом месте всегда должно быть здоровье человека, ребенка. Да, единое национальное тестирование – это важный этап жизни, но это не самое главное, самое главное – жизнь человека. В тестологическом сообществе такой экзамен называют экзамен слишком высокой цены, социальной цены. Когда за три с половиной часа выпускника школы решается вся его будущая жизнь, когда оценивается все 11 лет его обучения в школе, оценивается труд его учителей, школы, региона. Слишком много оценок на одну хрупкую процедуру. Потому нередки случаи, когда выпускники школы уезжают из страны и поступают в иностранные вузы, где не надо сдавать ЕНТ. Либо выбирают те специальности, к которым государство отвело больше грантов, а не те, к которым у ребенка лежит душа. В итоге филолог по призванию становится физиком по требованию времени. А еще, по мнению экспертов, ЕНТ так и не смогло кардинально изменить так называемый социальный баланс. У ребят из глубинки или из неблагополучных семей, как и прежде, все так же меньше шансов поступить в вуз на грант, чем у детей состоятельных родителей, которые могли бы позволить себе оплату обучения своего чада. В международной практике для того, чтобы образование было лифтом, а не сепаратором, помимо баллов учитываются такие факторы, как социальный статус претендента. И зачастую решения университетами зарубежными, североамериканскими, принимаются в пользу того молодого человека, который, может быть, показал чуть меньше знаний, но у которого социальная база намного меньше. Для того, чтобы, это очень важно и очень правильно, для того, чтобы высшее образование не стало элитарным. Эксперты также считают, что единое национальное тестирование не лучшим образом сказывается на качестве школьного образования, особенно старшеклассников. Зачастую в погоне за результатом на ЕНТ и дети, и их родители, и учителя сосредотачиваются на дисциплинах, включенных в тесты, и совершенно забывают о других предметах. Что ж, хочется надеяться, что в Министерстве образования и науки прислушаются к мнениям экспертов, и однажды ЕНТ перестанет быть для выпускников школ экзаменом всей жизни. Ведь жизнь у них, по сути, только начинается. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok